Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре интереснейшая ручка. Таких ручек у меня еще не было. Это ручка фирмы Пикассо, модель 907 Монгматор. Пришла она в таком чехольчике, ну там есть вариант без коробки, я заказал без коробки, потому что она мне коробка не нужна. Стоимость этой ручки 587 рублей. Посылка шла 76 дней. Это просто какие-то виллы. Вот, поэтому этого товарища я тоже вам не рекомендую. В магазине я конечно ссылочку оставлю, но где-то никуда не годится. 76 дней так не ходят товары. Итак, сама ручка сделана из черного пластика, и металлические вставки. Как-то клипса с интересным таким узором и такие вот красненькие дизайновые украшения. И написано мне Пикассо. Перо достаточно стандартное, на ней тоже написано Пикассо на пере. А на фидере буквочка П. Перо 0,5 мм. Вес этой ручки 22,6 грамма. Длина 136,4 мм. Диаметр широкой части 11 мм. Ну, вот, меня все время смущает. Вот, смотрите, торчит болт. Не знаю, поэтому фирменная, эта ручка не фирменная, понятия не имею. Так, откручиваем стандартный, опять же, винтовой механизм подачи чернел, на котором тоже написано Пикассо. Качественный, достаточно, очень такой, мягкий, сама ручка вот эта вот. Но, опять же, я говорю, не будем упачкать его. Возьмем стандартный, опять же, картридж. Это все подходит. Поэтому ставим, спокойно закрываем ручку. И посмотрим, как она будет у нас писать. Итак, продолжаем нашу серию про советский паспорт. Продолжение. Третья часть. Ну, для начала напишем, конечно, что это у нас ручка. Ой-ой-ой, ошибка. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Так. 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 Так.